Кулинарное шоу Смочного, которое выходит в эфир телеканала Алекс, празднует свой юбилей. Программе исполнился один год. Поздравить создателей проекта с праздником приехали звездные гости, которые уже побывали в роли участников программы. О достижениях и планах творческой группы в следующем сюжете. Мексиканские такос, итальянская лазанья, испанская паэлья. Все эти кулинарные изыски готовили в программе Смочного. За год на кухне кулинарного шоу раскрыли себя в качестве шеф-поваров, известная певица Мария Сапко, победитель шоу «Голос краины» Павел Табаков, финалист шоу «Х-фактор» Евгений Литвинкович. Не менее ярко блистали на кухне Смочного и запорожские звезды. Дирижер Вячеслав Рейдя, певец Анатолий Сердюк, бизнесмен Виталий Ивахов, председатель областного союза фотохудожников Олег Бурбовский и другие. Самым первым гостем на кухне Смочного стал генеральный директор ТРК Алекс Анатолий Пивненко. Начался этот эксперимент с меня. Здесь я готовил рыбу, не знаю, насколько вкусно, но знакомые отмечали, видели, наблюдали и уже начинают дублировать все продукты. Многие участники программы честно признались, кулинария далеко не их главный конек. Однако атмосфера кухни Смочного помогла им раскрыться и почувствовать себя настоящими кулинарными асами. Для меня это был вообще-то, признаюсь, дебют, потому что я не так часто вообще на кухне, можно сказать, вообще не стою на кухне. Рискнул, можно сказать. Но считаю, что получилось, потому что такой аромат стоял во всей студии. На самом деле я просто офонарел, потому что замечательный совершенно формат, потому что он максимально насыщен юмором и свободой самовыражения. Впечатления, которые мы получили и во время процесса, и после, они превзошли ожидания. То количество звонков, которые мы получили, говорит о том, что программа набирает популярность и все больше и больше. И действительно, за год выхода в эфир программа Смочного стала лидером зрительских симпатий. Все благодаря партнерам проекта, директору студии «Кухонь-Рока» Виктору Давыдову и директору торговой компании «Добра Хата» Елене Петраковой. С такими креативными людьми, с такими веселыми, с такими задорными есть смысл поработать. Вот поэтому я с вами уже год. Свой задор и креатив творческая команда проекта вкладывает в шоу неустанно, потому что горит общие идеи поднять запорожское телевидение на высокий и достойный уровень. Было очень тяжело. Нужно было прощупать этот новый формат, понять, как он выглядит. Но, слава Богу, все получилось. Надеюсь, что телезрителям этот формат нравится. Мы будем теперь стремиться его улучшить, немножко видоизменить, для того, чтобы еще больше заинтересовать людей. Ну, я не знаю, куда вам там еще вдосканавливаться. Мне очень понравилась передача. И она на уровне такого, вот говорили мы, столичного. В Киеве показывать на центральных каналах, и это будет интересно. Успех кулинарного шоу «Смачного» во многом зависит и от ведущего проекта, который искренне любит своих телезрителей и стремится быть к ним как можно ближе. Я очень рада, что мне довелось быть ведущей этого шоу. Я рада, что у нас в Запорожье есть очень много знаменитых людей, очень много достойных людей, что они остаются здесь и показывают, что в Запорожье можно быть знаменитым, в Запорожье можно делать что-то хорошее. К слову, создатели проекта «Смачного» обещают, что стать участником программы вскоре смогут и простые запорожцы. Следите за анонсами на телеканале «Алекс», потому что «Смачного» идет в народ. Продолжение следует...